Главной целью создания содружества было не допустить разрыва связей после развала Советского Союза. Это не устраивало и сегодня не устраивает наших конкурентов в Запад, которые по сей день не оставляют попыток расшатать нас в разные стороны, ослабить и подчинить своим интересам. Сначала вышло из нашего объединения Грузия. Для факта с нами нет Украины, большие вопросы по Молдове, не всегда по-партнерски ведет себя и, к сожалению, Армения. За этим нельзя спокойно наблюдаться в стороне, иначе нас просто порвут на части и пострадают, прежде всего, простые люди, народы наших стран. Поэтому мы, главы государств, должны выполнять волю своих избирателей. И, по крайней мере, выполнить и решить те задачи, которые мы обещали. И, в принципе, сегодня время критичнее оценить ситуацию в нашем содружестве. И нам не следует прятать голову в песок. Мы же видим, что все застарелые конфликты, которые нам подбросили в свое время, неизбежно выходят наружу с очень печальными последствиями. Слава Богу, что не просто наметилась тенденция к развязке этих конфликтов, но некоторые из них успешно преодолены. Причем решать задачи надо нам, нынешнему поколению политиков. И сделать это должно именно наше поколение, рожденное и воспитанное в Советском Союзе. Поэтому опыт и знания у нас есть. Нынешняя молодежь вряд ли справится. Большинство из них уже не понимают многих ценностей и выгод, которые нас объединяли и объединяют пока что теперь. Осуществим это и к нам вновь присоединятся те, кто сегодня видит решение своих вопросов где-то там, за океаном. А там вообще слабо представляют, где находятся наши страны. Настало время серьезной консолидации в рамках Содружества. Ведь примера успешной работы у нас достаточно. И я рад, что сегодня нам предстоит рассмотреть насыщенную повестку дня, в том числе ряд важнейших совместных заявлений. Они подтверждают наличие у стран общих подходов к таким актуальным вопросам, как свобода вероисповедания, недопустимость дискриминации по языковому признаку, гармонизации систем государственного управления в сфере цифровых технологий. Особенно отмечаю важность выхода на принятие заявлений о межгосударственных отношениях в многополярном мире. Оно в целом отражает наше общее видение основ миропорядка, за исключение абзаца, в котором предлагалось выразить озабоченность по поводу политизации деятельности международных судов. Но даже такая мягкая формулировка была поддержана не всеми. Зачем им эти международные суды, тем более в наших отношениях? Тем более мы понимаем, особенно сейчас, для чего это делается. Видимо, кого-то это просто пока не коснулось. Когда-нибудь захотите и вы помочь детям, подарить им немного детства, спасти от бомбежек и взрывов, а вас за это объявят в международный розыск.